Всем привет! Прошлое видео записалось с отродительным звуком, поэтому перезаписываю. Речь придет о том, как сделать монаха, имея минимум ресурсов и минимум времени. В общем, как начать фармить Т6 практически без каких-либо затрудлений. Для этого нам потребуется всего лишь три предмета из комплекта Сунвука и Кольцо Королевской Роскоши. Мы добавляем к этому два предмета из Огельда, два предмета из Кримсона, очень простые сапоги, любую абсолютно пушку. У меня это древний элементарный посх, лишь бы урон был большой. Два камня, галлок стремительности и проклятия плена. Хорошо, если есть третий камень, но третий камень в понятие бюджетности уже не входит, поэтому любой, пусть даже и бездаркий амулет, и вот уже мы готовы идти в бой и крошить все на своем пути на Т6. Очень простые сапоги, если кто будет спрашивать. Позволяет иметь двух вот этих вот типов таинственных союзников вместо одного. И секретов на этом больше никаких нет. В чем смысл Лап Сунвука? Если коротко, то в том, что он вызывает невидимого такого прозрачного союзника. Вот он был. При использовании ряда скиллов, они перечислены здесь в описании, для нас имеют значение волна света и взрывное касание. Волна света это примитивный скилл, урон просто вызывает колонну, которая наносит урон всем вокруг. Не так примитивно взрывное касание. Оно, помимо простого урона, проклинает нашего соперника, монстра, таким образом, что после своей смерти он взрывается и наносит урон всем вокруг. Все эти умения, оба эти умения, расходуют множество духа, много духа. Вот смотрите, он уходит в ноль очень быстро. Для того, чтобы дух пополнять, нам служат все остальные наши скиллы. Идем, смотрим. Прозрение. Руна Песчаная Вуаль. Сама по себе уменьшает на 50% в половину весь получаемый нами урон. Плюс к этому увеличивает, смотрим здесь, на 20 единиц в секунду скорость восстановления духа. Идем дальше. Хлещущий Ветер. Руна Внутреннее Бури на 8 секунд. На 8 единиц духа увеличивает скорость его восстановления. Таинственный Союзник. Здесь некая описка. Мы используем руну Воздушный Союзник. Теперь смотрим. Мы весь, все 250 духа уносим в ноль. Кастуем Союзника. Все. Дух полностью восстановлен. Он восстанавливает 100% духа. А не 100 очков. Дух, как написано в описании. Это то ли баг, то ли описка, то ли ошибка локализаторов. Вот уж не знаю. Но важно то, что не 100 единиц, а 100%. И, наконец, мощный рывок, который с руной Быстрее Ветра дает нам 40% уклонения от атак противника. На 4 секунды. Теперь обращаем внимание на Cooldown Reduction. У меня он 51%, как я его-то добился. Вообще не добивался. Само собой получилось что-то от плеч. От плечей. От бриллиантов шапки. 8 от амулета. И 20 от пассивки. К пассивкам мы еще вернемся. Что для нас это означает? Означает, что вместо 8 секунд отката этого умения у нас 4 секунды. То есть мы перманентно, каждые 4 секунды накладывая на себя 4 секунды 40% уклонения, все время находимся под 40% уклонения от вражеских атак. Поэтому добиться 50% КДРа полезно. Советую. Идем быстренько по пассивным скиллам. Познание смерти. Это бесплатная смерть раз в 60 секунд. Если мы умираем не чаще, чем раз в 60 секунд, то мы не умираем. Шестое чувство. Это иммунитет к нефизическому урону на 25%. 25% иммунитет. Гармония. Придется сказать отдельно. Вот смотрим второстепенные свойства. 150 к сопротивлению физическому урону. Гармония делает так, что 40% от этих 157 идут не к физическому урону, а вообще ко всем типам урона. Со 100 очков каждому конкретному сопротивлению, каждому конкретному урону мы 40 получаем ко всему, к любому урону. Со 157 к физическому 40% идет ко всему урону. Со 157 к молнии 40% идет ко всему урону. Конвертируем частный иммунитет в общий. Ну и светочетар, как я уже сказал, сокращение времени восстановления всех умений на 20%. А теперь включаем волшебный телепорт и бежим в поле крошить монстров. И вот мы уже в полях посредством монтажа. Вам кажется, что мы просто переместились в пространстве, но на самом деле между записями двух частей этого видео прошло где-то 12 часов. И мы пришли сюда крошить монстров, как и собирались. Криты большие, но маленькие в сравнении с тем, что было бы с этим монахом, если бы билд был небюджетным и если бы вещи были подобраны хорошие, дорогие, точные. Если бы мы, короче говоря, потратили часов 200 на то, чтобы играть этим монахом. Ну, поскольку мы потратили несколько часов, а билд бюджетный и не столько билд, сколько комплект вещей, есть то, что есть. Это такая задача наша. Продемонстрировать не максимальные возможности, а возможности в ограниченных условиях. О, элитка какая-то. Сейчас мы с ней разберемся. Все, разобрались. Вот уже тысяча у меня этих камней. Вот сейчас будет хорошо. Тысяча камней, говорю, и никак не могу отучить себя их подбирать. Я вспоминаю ванильную Диаблу. Когда, чтобы скрафтить Маркиз, надо было полжизни положить. Вот так, друзья. Забыл вам сказать в самом начале две вещи. Во-первых, мы надеваем Кримсона для того, чтобы получить еще 10% КДРа. Во-вторых, оружие должно быть обязательно двуручным. Так мы будем наносить больше урона с помощью бонуса от комплекта Сунвука. На этот раз ничего не забыл, по-моему. Пишите, если есть вопросы. Буду чрезвычайно рад вашим комментариям, вашему вниманию. Большое спасибо, что зашли. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, я вам немножко помог. И до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...